Так, ну что ж, дамы и господа, я всех приветствую. Прошло два месяца, давайте посмотрим, что случилось с этим стеклом, защитным стеклом от компании PZOS, которое мне очень понравилось. Ну, начнем, конечно, с того, в каком оно состоянии, есть ли у него какие-то коцки, разбито ли оно и царапины, глубокие в том числе. Давайте посмотрим на него внимательно, детально. Я вам сначала покажу, а потом выскажу свое мнение. Ну что, увидели что-то? Все правильно, вы ничего не могли увидеть, потому что стекло идеально ровное. Здесь у нас по краям, я переживал, что оно у меня расколется, потому что у меня здесь был удар боковой. И вот посмотрите, если так вот попробую показать. Небольшой скол, совсем небольшой. Это был удар, причем достаточно такой неожиданный, значительный. За это время стекло выдержало удары на него, прямо вот на него падали разные предметы. На стекло падал сам смартфон, ну, обычно об стол, например, или какие-то другие вещи, мелочи. То есть, никаких серьезных падений там с нескольких метров не было. Но все равно, обычно такие удары потихоньку расслабляют стекло, и оно становится потихонечку уже в паутинку. Здесь этого не произошло, поэтому по прочности я ЗОС могу поставить 5 из 5. По прочности на царапины, на износа стойкости, на сопротивление монетам, ключам, я ему ставлю 5 из 5, потому что, как вы можете заметить, ни одной царапины на нем нет глубокой. Я сейчас говорю о глубоких царапинах. И единственные две царапинки, которые можно на нем отыскать, это вот здесь небольшая царапинка. Она ощущается вот так ручкой, если вводить по экрану. И вот здесь небольшая царапинка. Вот здесь вот чуть-чуть, вот здесь небольшая. То есть, всего, ну, вот 2,5, грубо говоря, царапинки. Больше на нем ничего нет. Есть какие-то мелкие рисочки, вот здесь чуть-чуть, но они только под определенным углом видны. И я думаю, что вы не заметите эти риски. В любом случае, это стекло, ну, вот если по меркам других стекол, которые у меня были, оно сопротивляется нагрузкам очень круто. Поэтому PSOS для меня лично, то есть, стекло до 5 долларов и показывает результаты, как стекло 7-8 долларов. Я считаю, что это очень хороший результат, поэтому могу смело его рекомендовать. По поводу удобства использования. Во-первых, оно отлично наклеилось, то есть, никаких проблем не было. Ни с воздушными прослойками, ни с чем, потому что здесь у нас по периметру стекла есть черная рамка. Во-вторых, имеется отличный, просто идеальный вырез под все датчики и под камеру. Вот, посмотрите, как легло стекло. Конечно, нужно камеру беречь, чтобы не было какого-то удара дополнительного, но зато никаких искажений в камеру не будет внесено из-за стекла. Это очень здорово. И здесь у нас датчик расположен, индикатор событий, также индикатор зарядки и так далее. Этот светодиод, он у нас не перекрывается, он виден благодаря тому, что стекло не доходит до края. Отличная конструкция, то есть, БЗОС я могу по всем фронтам поставить 5 баллов. И тут вы скажете, что неужели это идеальное стекло, к которому невозможно вообще прицепиться, и оно прям вот такое вот супер-пупер. Да, это одно из тех стекол, которое реально идеальное для Redmi Note 7. Также для других смартфонов я буду заказывать стекла БЗОС, потому что мне очень понравился этот бренд и то, как он делает стекла, и как они себе показывают в реальном использовании спустя время. То есть, могу только хвалить. Пока что, на данный момент, это одно из лучших стекол. Второе, это Нилкин, о котором у меня будет видео чуть-чуть попозже. Это хорошее брендовое стекло, которое можно купить оригинальным. Я оставлю ссылку в описании, где я заказывал. Я заказывал на Алиэкспрессе. И, в общем-то, оно пришло оригинальным, с официального магазина, насколько я помню, я покупал. В любом случае, все ссылки в описании, там же будет ссылка на кэшбэк, чтобы вы могли сэкономить. Ну и пишите ваши мысли в комментариях, что вы думаете по поводу защитных стекол, какими вы пользовались, какие плохие, какие хорошие. Может быть, что-то мне порекомендуете. Я вам могу смело порекомендовать вот такое вот стекло. Мне оно реально зашло. Спасибо всем за внимание, хорошего настроения. Ссылка на основной канал будет в описании. Там у меня выходят основные распаковки и обзоры. А также обратите внимание на группу ВКонтакте. Я туда выкладываю новости о том, что проходят какие-то распродажи, выкладываю купоны, скидки и многое другое. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!